Добрый день, я Георг Хачатурян, политический обозреватель, журналист. Сегодня я бы хотел поговорить о уровне армяно-российских отношений. Тем более, что 27 декабря ожидается визит в Москву, исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Бархатная власть все время говорит о том, что отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Такого раньше не было. Раньше были отношения вассалы и сеньора во времена Сержа Сарксяна, а сейчас они на таком высочайшем уровне. Но с этим можно поспорить. Во-первых, ситуация с генеральным секретарем ОДКБ. Очень не понравилось Кремлю. Не понравилось не то, что генерал Юрий Хачатуров, который был генеральным секретарем, был заключен под стражу, хотя бы на, пусть даже на два часа всего, затем освобожден. А то, что не предупредив своих партнеров по ОДКБ, не поставив никого в известность, армянские власти действовали совершенно автономно и заключили под стражу человека, который возглавляет такую организацию. Помимо этого вот можно вспомнить откровение президента Белоруссии, значит, Александра Лукашенко о том, что вот если ты, когда он сообщал журналистам, да, он встречался с представителями СМИ в Минске и говорил о том, что Никол Пашинян выразил ему недовольство по поводу того, что Беларусь продает оружие Азербайджану. А он ему ответил на это, что Россия тоже продает. Почему ты Путину ничего не скажешь? Боишься? Засунул язык себе в одно место? Почему ты молчишь? Ну, Никол Пашинян затем говорил, опять же, на коротком брифинге в Дилижане журналистам о том, что он сказал то, что сказал, а он не рассказал, что я ему ответил. А что он ему ответил, он не сказал. Кроме этого, здесь можно вспомнить позавчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина, на которой, значит, представительница Армении из газеты АСК, такая довольно экстравагантная дама по имени Гогар, к сожалению, я ее не знаю, хотя мне казалось, я достаточно хорошо осведомлен о нашем медийном поле, но тем не менее. Она его спросила о том, что не собирается ли Путин восстанавливать армяно-российские отношения, на что Путин довольно таким раздражительным тоном ответил, что а что там восстанавливается, там все в порядке, мы только развиваемся, развиваем наши отношения, что там восстанавливать, что за вопрос такой интересный. Но тон у него был довольно немножко такой раздраженный. Ну и еще можно вспомнить, два дня уже в СМИ фигурирует информация о том, что вице-премьер правительства Армении Тигран Авинян получил письмо от своего коллеги российского Дмитрия Козака о том, что с будущего года российская сторона повышает цену на газ. Если сейчас Армения платит за тысячу кубометров 150 долларов, то со следующего года ей надо будет платить 215. Причем там было указано особо обговорено, обсуждению не подлежит. Я не знаю, что это значит. Сейчас Никол Пашинян поедет в Москву, попросит немножко снизить тариф или вообще не повышать. Наверное, это ему не удастся, потому что если Россия решила повысить, то значит она его это сделает. И почему Россия так решила? В ответ на что? Если мы их такие хорошие друзья с Россией, если они находятся, наши отношения на таком беспрецедентно высоком уровне, о чем говорит Пашинян, почему же зимой, когда впереди отопительный сезон, вернее он даже уже начался. Что это за повышение такое? Людям сейчас Армения отапливается в основном газом, это известно. Прошли времена буржуек, слава богу, дров, макулатуры в печках. Но есть и так все хорошо. Почему люди, которые обогреваются газом, должны будут платить больше за основное топливо? Чем это вызвано? Почему именно сейчас? Что случилось? Москва и Кремль обижены на Армению из-за Хачатурова или из-за Роберта Кочаряна. Арест, потому что известно, что второй президент Армении пользовался и пользуется достаточным авторитетом и влиянием в Москве и Россию. Даже вот мы помним, как Владимир Путин поздравил его с днем рождения, хотя уже 10 лет, хоть и рядом не президент Армении. Все это, конечно, догадки, версии, но тем не менее, я со своей стороны могу сказать, что я пока не заметил, что отношения Армении с Россией стали беспрецедентно лучше, чем раньше. Тем более, здесь еще можно вспомнить разговоры Сергея Викторовича Лаврова, главы МИД России, о том, что предполагается подписание документа о ненахождении на территории Армении иностранных соединений, что это такое вообще, как это, о чем речь. Сразу на ум приходит 102-я российская база, дислоцированная в Гюмри, то есть непонятного много, непонятного и неприятного, и неприятного прежде всего для Армении. С бархатной власти здесь умудрилась что-то напортачить, получается так, а что именно, чем это для нас все обернется? Посмотрим. Дай бог, что тариф на газ не повысится все же, и никаких таких документов подписано не будет. Но, опять же говорю, очень ситуация тревожная. Извините, если я кого-то напугал, я этого не хотел сделать, я просто делюсь с вами своими мыслями. Мой профиль открыт для дискуссий. Пожалуйста, приходите. Фейков прошу не беспокоиться. Людей, употребляющих в разговорах публичных мат и личные оскорбления, тоже. Для остальных, пожалуйста, приходите, обсудим и поговорим. На этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова